Пошла заправочка! Подморозило все, затюнинговало джетту! Привет-привет, друзья! Вы на канале Рыболов Копатель! Ну что, мы снова на копе, Калининградская область, Мамоновский квадрат, так называемый Хайлигенбальский котел, мы втроем, я генерал и наш товарищ Камрад профессор Валерий сегодня расскажет нам исторические данные по этому месту, так что обязательно послушайте, будет интересно, а потом мы приступим к копу и обязательно что-нибудь найдем. Не забывайте подписаться, друзья! Погнали! Приветствую вас подписчики канала и те, кто только собирается это сделать Мы находимся сейчас в историческом месте Калининградской области Это место вошло в историю Второй мировой войны как Хайлигенбальский котел В результате наступления советских войск, которое началось 13 января 1945 года Второй Белорусский фронт и Третий Белорусский фронт рассекли немецкую группировку Восточной Пруссии на несколько частей Первым наши части вышли к побережью Эльблонга, современный, точнее у немцев он назывался Эльбинг Второй удар пришелся между Кёнигсбергом и местечком Людвигсорт, имеющим сейчас название город Ладушкин В результате чего группировка оказалась разрезана В окружении оказались прижатыми к заливу, который находится за моей спиной, до 20 дивизий 4-й немецкой армии Которая в этот момент получила приказ от командира гарнизона города Кёнигсберга генерала Ляша Пытаться пробить, восстановить соединение с немецкими частями, находящимися в Кёнигсберге и в сторону Эльблонга Удар ни к чему не привел, и дивизии оказались здесь, в котле Наступление к началу февраля советской армии закончилось, были большие потери Требовалось подтягивание резервов, пополнение боеприпасов, ну и погода не способствовала действиям авиации 19 февраля немецкие войска предприняли попытку соединиться с окруженной группиров в Генбальском котле Попытка оказалась удачной, и было восстановлено сообщение Удар немцами был нанесен вдоль железной дороги Идущий сейчас в сторону Браунсберга, нынешней Бронёва, Республика Польша И образовался коридор длиной порядка где-то несколько десятков километров Советское командование предприняло уже в марте месяце, в середине марта, очередную наступательную операцию Которая вошла в историю как Браунсбергская операция В результате чего к 20-му числу марта месяца 45-го года Браунсберг был взят И также было перерезано сообщение Хальгитбальской группировки с Кёнигсбергом И началась фактически агония немецкой группировки, которая здесь находилась Пока еще в марте месяце был лед на заливе Вислинском Немецкие части, создав оборонительный пояс по внешним обводам котла Который уменьшился в размерах где-то уже в длину до 30 километров Стали выводить раненых, штабы и основную часть военнослужащих На ту сторону по льду Вислинского залива, в сторону Пилау и на косу Балтийскую Здесь оставались только заслоны Авиация наша и артиллерия непрерывно обстреливали лед залива И значит большое количество людей, в том числе беженцев, мирного населения немецкого и военнослужащих Погибли во время переправы, попросту утонули Утонули телеги с пожитками беженцев Колесный транспорт, который мог еще ездить, у которого еще было горючее 25 марта Пал Халлигенбаль, то есть Мамонова Шансов уже у группировки, которая была здесь блокирована, не было никаких Сдаваться они не хотели И поэтому взорвав оставшуюся боевую технику, то есть самоходное орудие Штурнгишутс Бросив оставшуюся колесную технику без горючее, тоже либо повредив ее, либо взорвав Уничтожив на берегу залива всех имеющихся лошадей, скот Которые беженцы сюда согнали из других районов области, когда отступали с немецкими войсками Немецкие части уже на плавсредствах, остатки их переправлялись под нашим огнем на ту сторону залива Для справки, в этом котле из этих 20 дивизий, они все были в основном пехотные То есть как вот части 6-го армейского корпуса генерала Мюллера, который сменил на своем посту генерала Госбаха, который командовал 4-й армией 18-я панциргренадерская дивизия СС, которая на тот момент уже только номинально называлась танковой Потому что кроме штурмовых орудий и колесной техники у нее уже ничего не оставалось Также 61-я пехотная дивизия, 131-я пехотная дивизия и остатки 55-го армейского корпуса, 50-й, 83-й и 170-й пехотной дивизии То есть и части тылового снабжения, военно-строительные батальоны, фольштурм, гитлерюгенд И, как я говорил, большое количество мирного населения, беженцев Соответственно, когда немецкие части в беспорядке отступали отсюда Следует понимать, что много очень было брошено здесь военного имущества, кроме техники Все было увезти и переправить через залив было невозможно Поэтому либо это все закапывалось, либо, как я говорил, подрывалось Либо, значит, вот сбрасывали вот в эти ручьи, которые в изобилии тут текут по территории вот этого котла Наши части потом, вследствие продвижения в сторону Кёнигсберга или в сторону Берлина Уже не особо занимались здесь разминированием То есть часть чего-то разобрали местные жители, кто остался здесь, немецкое население И часть жителей, которые, скажем так, их называли первые переселенцы из центральных властей России Которые стали сюда переезжать уже во второй половине 45-го года Эта земля, эти места хранит еще много тайн Находки здесь есть всегда Поэтому Первый сигнал, друзья Я уже эти сферы Наизусть выучил Вон он, купол торчит Я думаю, это косончик Камнями его зажало Купол Звук такой с пустотой Сейчас подкопаю, вытащу А ну-ка, что там у нас Вот он Вот он Классический немецкий косон Пробитый башкой Кто-то его отоварил Отоварить хорошо Да, виден Состояние вообще Да Ну, если откислотить, то еще что-то можно На полочку Ну да Первый сигнальчик вот такой, ребята Так что не переключайтесь Будет еще интересней Кривет вам же говорил Что здесь есть Много чего Наши поздравления Подписываемся Маскировка, уровень Бог Лесной музей пополнился Еще одним экспонатом Так, что-то подковки Подковки пошли И вот ключик Для Как раз для монтажа Подков Кавалерийские дела Короче Посбрасывали сюда Коробас-барабас 98 Саперенный походу Тут опять Затвора нет Бросали сюда Да вот с высоток, видимо Все, летело сюда Как обычно В музей Дальше Сигнальчики у меня Магазин Причем с петросами Еще По-моему Это гевер Самозарядная винтовка Гевер 43 Возможно От нее И вот такой кол Рядышком На нем намотана здесь проволока Явно Заземление какое-то было Ну вот что Вот тут Золотунная приспособа Для чего она могла служить Я не знаю Кто сталкивался Подскажите, ребят Напишите, пожалуйста Такой вот кол Генерал Что-то большое поймал Топкие берега Если колесо То это какое-то большое Минометное Миномет ставил Видишь А ребра Это в землю Втыкались Подставка, да? Подставка для миномета Да Прикольно Так Надо помыть Так Ну что Пока чистим В общем Площадка Под миномет Сейчас Почистим Уже более детально Покажу Отсюда Тренога шла Здесь Ну вот этот Должен вращаться По идее Башка Вот эта И пошли Бабить Еще в этой же яме Ручку На две части Разваленную Нашли Это может Стоечка Была Говорю Давай сюда В кусты Залезу Тут еще один Лежит Походу Походу Тут еще один Вот ручка И вот он Намечается Сейчас Буду доставать Почищем Маленько Чисто два брата Акробата Ладно Двигаем дальше Не переключаемся Друзья Думаю С хламцом Скажем так Твердость такая хорошая Ручей в болото Перешел И дальше идет Вот высоточки Кончились И сигналы Прекратились Все вдоль Высоток Так Товарищ генерал Сигнальчик Поймал Фрагмент Ленты Авиационной Сейчас попробуем У нас Как раз Есть Гильза Авиационная Ил-2 Штурмовик Сейчас Попробуем Вставить Оно Ну вот Товарищ генерал Так и самолет Соберете Потихонечку Главная лента Есть Остальные запчасти Мы найдем Я знаю Где самолет Валяется У нас Чайная пауза Друзья Сейчас будет Анекдот от генерала 18 плюс Женщинам Ни в коем случае Нельзя Слушать И Детям Два мужика Согрешили Создатель Решил их Наказать А начали У них Появились Два Маленьких Ручка Чтоб они Никогда Не познали Женщину Больше И вот Они Через пару Недель встречаются И один спрашивает Ну как ты Получается Или нет Никак не плывет Только туда Он руками Упирается Не хочет Туда лезть И все Говорит Ты вообще Не соображаешь Я то приловчился Прежде чем туда войти Я ему щелбан Раз Он за голову Руками И я его туда Раз Это ноябрь Высоточка Красная Вся горит От листьев А генерал Кричит Нашел Штык-нож Пойдемте Смотреть Еще Звенит Что-то Или нет Еще Что-то Звенит Или нет Подсъела Подсъела Производителя Не видать Штык-то Не частый И гарда Сохранилась Вот он Счастливый Генерал Генерал Буквально Не дает Мне отойти О Просто Красавчик Манерка Фляжка Все на ремне Тяжелый Со спиртом Наверное Да Наверное Кайфец Подписи Есть Нет Интересно Уважаемые Друзья А теперь Пришло Время Полезной Информации Интернет Магазин Антиквар 32 Дарит Скидки До 25 На металлоискатели И аксессуары По промокоду Рыбакоп Каждый Кто увлекается Копом Сможет Подобрать Для себя Товар В каталоге А это И металлоискатели И пинпоинтеры Поисковые катушки Поисковые Магниты Также Каталоги Монет Можете Подобрать Для себя Металлоискатели БУ Переходите По ссылочке Которая Будет Указана В описании И обязательно Применяйте Промокод Рыбакоп Это даст Возможность Получить Скидку До 25% Она с пулевым Но она вся Посечена Видно И похоже Вот сюда Вот зашла Отверстие Входное И здесь Вынесла Может и хозяина Цепанула Ремешочек Все вон Комплектное Вообще зачет Генерал Просто в ударе Сегодня Ну Да не рвите Пусть так будет Вообще бомба Просто Пакет Просто кайф В береге сигнал Противогазы Антизапотевайки Языковеды Переведите Все Время Ничего не щадит И так Говорит Вся жопа Мокрая Еще и дождик Пошел Что Ребят Будем двигаться К машине Потихонечку Ребят 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 Ребят